Люди с ограниченными возможностями здоровья проявили себя на спортивном фестивале. Участие в нем приняло 19 команд из 15 округов и муниципальных районов. И, конечно же, Амурск не остался в стороне. В Хабаровске состоялся традиционный краевой спортивный фестиваль среди инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата. Это ежегодное мероприятие, которое традиционно проходит на базе загородного оздоровительного лагеря «Энергетик» в поселке Бычиха. Я уже участвую в этих соревнованиях 10 лет. Соцподдержка мне сказала, что поедешь, я говорю, что с удовольствием поеду. И поехал. С самого начала я начал занимать места. Были третьи места, все места были у меня. В этом году мы хорошо выступили. Общая команда из 19 команд, мы заняли 9 место. Это самый лучший результат за 10 лет. Это отличная возможность для участников показать свое мастерство, поделиться опытом и обрести новых друзей. В частности, были предусмотрены состязания по бочи, дартсу, настольному теннису, полевой стрельбе, шахматам, гонкам и фигурному вождению колясок, пауэрлифтингом. Наша команда Наташа заняла третье место в гонках на колясках. Я занял первое место в паролифтинге. Это мой вид спорта. Я уже им занимаюсь 10 лет. С 2007 года занимаюсь этим видом спорта. Первый мой тренер Мохота Эдуард. Хочу ему спасибо большое, что он привел меня в зал. Показал мне, что такое паролифтинг. Хочу благодарность ему отметить большое. Потом Колганову Виталию Васильевичу. Дай Бог ему здоровья, выздоравливать. Егорову Александру Александровичу за то, что он постоянно спонсирует нас, отправляет на поездки все. Большое спасибо. Каждый год финансирование проводит правительство Хабаровского края. Подобные мероприятия призваны объединять людей в целях создания условий для самореализации. Участники своим примером демонстрируют безграничные возможности, раскрывая свой интеллектуальный, творческий и спортивный потенциал. В 2005 году Алексей лишился ноги. Но, несмотря на травму, сейчас он активно ведет бизнес в Амурске по ремонту обуви, изготовлению ключей. В дальнейших планах Алексей хочет принять участие в краевых соревнованиях по паролифтингу, а года через два покорить Россию. Как отметили в Министерстве социальной защиты населения окрая, традиционный физкультурно-спортивный фестиваль среди инвалидов проходит в рамках реализации мероприятий региональной государственной программы «Доступная среда». Ирина Жданова, Сергей Жеренков, телеканал Амурск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова